Дорога ведет к городу счастье. На ней еще можно встретить неразорвавшиеся снаряды. В этом небольшом населенном пункте рядом с Луганском уже не осталось мирных жителей. Практически все дома пострадали от обстрелов. В одном из них с разрешения хозяев расположились ополченцы. Здесь они отдыхают и готовят еду. Дорога есть, кофе есть, варенье есть, напитки есть. Доволя нас нет. 23 февраля на передовых позициях Луганской народной республики проходит крайне скромно. Ни шикарного стола, ни комфортных условий. Только скромный военный паек и поздравления товарищей. Именно так выглядит праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Семейному застолью ополченцы предпочли окоп. Они не жалеют об этом, ведь каждый из них защищает свою родную землю. По сравнению с прошлым годом, конечно, накрывался стол, садились, выбивали, вспоминали боевых товарищей, кого уже с нами нет. Ну, в таком плане. В этом году все немножко по-другому. Здесь проходят будни и праздничные дни ополченцев. Живут скромно, буквально под открытым небом. Свет отсутствует, к сожалению. Самое главное, дрова. Печка, чтобы работала. Ну, спим здесь на спарльной мешке, одеяло здесь. Ну, такой вот быт. До города счастья всего полтора километра. Позиции противника находятся вон там. Мы сейчас находимся в окопе. Самый последний блокпост Луганской народной республики. Дальше уже позиции украинских силовиков. Вот характерно для сегодняшнего дня зачехленное оружие. Здесь сейчас достаточно тихо. Ребята все стараются придерживаться мира. 23 февраля все отмечают скромно. Оружие зачехлено. Сегодня никто не воюет. Но, если что, как говорят нам ополченцы, они всегда на готове несут свою службу. И в случае нападения готовы защищать свою позицию. Субтитры создавал DimaTorzok